Всем привет! Меня зовут Сергей Кузнецов, и сегодня я вам покажу, как приготовить сезонный тарт с томатами и творожным сыром. И еще и тесто песочное с сыром будет. Много сыра! Очень много сыра! Ну, для начала займемся тестом. Мне нужна будет большая миска, и сюда я всыплю, пожалуй, сразу всю муку. Теперь добавляем сюда сразу все сливочное масло, а далее начинаем делать масляно-мучную крошку. Мы можем щипать масло, мы можем его крошить, мы можем его жмякать, мять, вмять, все что угодно с ним делайте. А цель у вас следующая, однородная текстура вот этих двух масс. Песочку идеально замешивать с холодным маслом, посему люди с горячими руками мешайте с допу. Теперь берем сыр, отламываем от него кусочек, и трем его на мелкой терке прямо сюда. Теперь же наша задача связать это все воедино. Для этого нам понадобятся и яички, даже один желток. И хлюпаем его сюда. Теперь дальше начинаем замешивать обычное песочное тесто. Не бойтесь за то, что сыр распределяется по тесту неравномерно. Ничего страшного, будет очень красивый мраморный рисунок. Теперь, когда тесто у нас вымесилось, оно стало похоже на гладкий однородный комочек, ему самое время дать немножко отдохнуть. Мы заворачиваем его в пищевую пленочку и даем им немножко полежать. Песочное тесто идеально переносит заморозку. К примеру, вы такие делаете песочный тарт и такие, ну все, сегодня я больше не хочу готовить песочное тесто и вообще связываться с ним. Запаковываете его, закидываете в морозилку и готовите через энное количество дней. Разморозив его, вы всегда сможете приготовить из него печеньки, даже сырные, сырный корж. В общем, все то, что обычно готовят из песочного теста. Возьмемся же за эти сочные томатики и сразу посмотрим на его толщину. Если мы видим, что он, ну примерно сантиметров 5-6, то его можно и даже лучше разрезать на три части. Если он достаточно узенький, сантиметр 4, то смело можно резать ровно пополам. Кладем их сюда, наши шайбочки. Так, отрезаем одну часть и вторую часть. Сейчас, конечно же, сезон томатов прям вот-вот уже наступил. И я рекомендую этим рецептом точно воспользоваться, потому что сырное тесто, много свежих хороших томатов, белое сухое и идеальный вечер вам обеспечен. Сейчас мы приготовим вкусную кремовую подложку под наши томаты, которым мы намажем на наше тесто. Соответственно, мы возьмем стакан от блендера. Сюда отправим вот этот творожный сыр, сушеный чеснок. Можно добавить и свежий, но сушеный чеснок делается из жареного чеснока, поэтому вкус у него немножечко отличается от свежего. Также мы сюда добавляем вяленые томаты вместе с маслицем вяленых томатов. И сюда же отправляем барбекю соус. Когда мы совместили все ингредиенты здесь, берем блендер и перемалываем до онородной консистенции. Мы берем наш пергамент, засыпаем его мучицей. Немножко для маскировки, так скажем, мимикрия. Родство с тестом позволит вам его раскатать без последствий для песочного теста. А теперь мы раскатываем тесто, желательно в круг. Припыленный пергамент позволяет нам упростить себе задачу, потому что, во-первых, вы можете развернуть тесто и продолжите его раскатывать от себя. Так как правильно нам считается именно такой способ. Примерно тесто должно быть толщиной 3 мм. Главное, чтобы у вас теста хватило на покрытие вашей формочки. Прекрасно. Значит, мы ставим его сюда. А теперь при помощи пергамента просто застилаем его в эту формочку. Выбираем пергамент. Теперь мы возьмем любой нож и просто пройдемся по внешнему периметру, срезая излишки. Если вы понимаете, что у вас где-то произошло маленькое недоумение, мы берем просто так чипуньк. И никто ничего вам не скажет. А еще верхушку можно выровнять при помощи ваших пальцев. Просто вот так их ровненько защипываем, и получается красивый ровный бортик. Теперь мы наносим творожно-барбекюшную основу. Если вы меня спросите, Сережа, а почему мы не выпекаем заранее корж? Дело в том, что тесто коржи заранее подпекают в том случае, когда у вас идет жидкая начинка. То есть такая, из которой тесто может легко уплыть с бортов. Вот в нашем случае при низкой температуре, при которой мы будем запекать наше тесто, оно у нас останется фиксированным, так как ничто его не размочит. Теперь мы на всю вот эту нашу благодать выкладываем томатики. И при всем при этом вы можете еще использовать и разные цвета помидорок. Желтенькие, красные, зеленые. Теперь мы эти томатики посыпаем солькой. Можно взять копченую соль, и тогда получится просто мамонегорюка вкусно. Немножко орегано, немножко розмарина. И опять же сушеный жареный чесночок тоже у нас идет здесь. Дальше вы можете капнуть немножко оливкового маслица прямо сверху на томатике. Наш тарт с томатами убирается в духовку, прогретую до 170 градусов в режиме конвекции. И там томатики будут вялиться, запекаться, корж будет запекаться. Вот, ну а дальше, а дальше мы его съедим. Вот это, я понимаю, нормальный такой тарт с томатами. Красными и сочными, сезонными, что главное. Что самое клевое в нем, это вот этот корж. Он сырный и ароматный. И с ним одна проблема. Маленького кусочка всегда мало. Надо срочно резать большой. Феерично. Я рекомендую вам тоже испробовать эти ощущения и приготовить этот рецептик. А ваши ощущения вы можете описать ниже в комментариях. До встречи.